Значит, что касается накладок. Продолжаем по накладкам. Накладки бывают активные, защитные и средние. Для начального обучения надо, по моему убеждению, наверное, покупать всё-таки менее активные для того, чтобы обучающийся более правильно заставлял себя сделать движение. Если накладка слишком активная, то движение можно и не делать. Можно делать вот такие не очень большие движения, и мяч будет лететь. Если накладка и ракетка менее активны, приходится выполнять как следует движение, которое закрепляется, и в дальнейшем можно уже перейти к более активной накладке. Ещё раз повторю. Для начального обучения я бы рекомендовал не очень активную ракетку. Для того, чтобы закрепить правильное движение. Некоторые спортсмены играют между играми даже простой деревяшкой. Для чего? Для того, чтобы опять это движение у них восстанавливалось в полной мере в движении руки. Значит, бывает очень много разных марок, накладок, которые я не буду перечислять. Основные это Бутерфляй, Исака, Нитаки, Фрэншип китайских очень много накладок. Поэтому выбирать можно в магазине по совету специалистов.